Привет, музыканты! Канал Нескучный Саунд о музыке, музыкальности и музыкантской жизни. И мы продолжаем серию видео, в которой Зилков, который как бы умеет всё, приходит к узкопрофильному специалисту и выясняет, что не умеет вообще ничего. В этот раз я беру урок у Антона, парень на гитариста с феноменальным уровнем техники и музыкальной неосеровки. Многие наверняка заметили, что Антон так добросовестно взялся за продвижение своей гитарной школы в интернете, повсюду мелькает реклама, интервью, обратился он и ко мне. И это первый случай из десятков, когда я согласился, потому что Антон, ну реально мировой чувак, играет по-монстрски, объясняет очень конкретно без мистики, и самое главное, он согласился на моё условие, что это должна быть не тупая реклама и даже не органичная реклама, а реально полезный контент для подщипчиков. Поэтому в этом видео я сижу как такой гитарный дурачок с настоящими проблемами базовыми, через которые проходит любой гитарист, и многие, к сожалению, как и я, через них реально не переступают. А парень... Антон, о парень! А дядя с охренительной техникой показывает, что он как держит, какой палец куда, что он напрягает, что расслабляет, какая мышца в какую сторону, зачем он следит, и доблестный подписчик Серёжа Кареев всё это на три камеры снял. В общем, хорошо. Все ссылки на Антона и его школу в описании, а мои впечатления от пребывания в этой школе в самом конце видео. Поехали! Ой, спецэффект. Да, спецэффект. Ладно, через сколько часов я так заиграю? Давай я, значит, тебе буду сразу плакаться на жизнь. Давай. Переменный штрих играть быстро, держать медиатор, вот эти все вещи. Мне какие-то дяденьки что-то показывали, и они все показывали по-разному, в итоге я что-то делал по-своему. И на фоне всех вещей, которые мне как-то обычно даются достаточно легко, вот играть быстро, даже когда я занимался на инструменте много, в общем, не получалось. Скорее всего, какая-то есть вот в этой области здесь что-то не так. Плюс, когда я долго играю и с большой атакой, то у меня начинает здесь болеть палец, вот в районе ногти. Так что, вот я не знаю, доктор, скажи. Ну, сыграй что-нибудь. Да. Просто. Ты так улыбаешься? Нет, у меня просто идет анализ сразу. Ты можешь в выражениях не стесняться, на самом деле. Ну, я вообще-то всегда стесняюсь в выражениях. У меня сейчас просто процессор, знаешь, в голове. Я смотрел на руку, я анализировал. И видел ее насквозь. И видел ее насквозь, да. Ну, и чего скажешь, доктор? Если ты хочешь именно иметь какую-то скоростную игру, я не имею эту скорость 250, 300, рекорд Гиннеса и прочее, я имею эту скорость просто играть что-то качественное, то есть даже какие-то обычные петатонические ходы, там сыграть классно, да? Это тоже ведь скорость нужна, и чтобы руки работали качественно и красиво, и звук извлекался хорошо. Вообще, смотри, первое, что я заметил, у тебя нет опоры у руки. Она у тебя в воздухе летала. То есть, когда ты стоишь, видишь? А должна она быть? Да. Причем опора у тебя должна быть такая. Смотри, вот видишь, что у тебя основание струн здесь идет? Вот примерно, где струн начинается, вот здесь вот, для того, чтобы ты мог в любой момент сыграть... Сейчас скажу. С глушевкой и без глушевки. Причем для этого ты не должен делать практически вообще никаких манипуляций рукой. Если ты начнешь двигать рукой от локтя во время глушевки и не глушевки, то есть для того, чтобы изменить звук, то ты промажешь по струне просто. Локтем двигать вообще нельзя. Почему? Я не понял, сейчас... Ладно, говори. Я имею в виду то, что, смотрите, допустим, вот тебе нужно сыграть на четвертой струне. Тебе нужно сыграть с глушевкой. Прикольно. То есть ты вообще ни в рогу не убираешь. Она у тебя стоит на месте изначально. Единственное, что ты делаешь, это слегка прижимаешь... Причем она даже поворотом не изменяется. То есть ты не поворачиваешь кисть для того, чтобы вот так вот сыграть. Потому что если ты затем повернешь кисть, ты затем не сможешь сделать нормальный переход на следующую струну в скоростном режиме. Так вот, во-первых, без опоры ты нормально контролировать ее не можешь. То есть в воздухе ты ее нормально не будешь контролировать. Это первое. Во-вторых, ты ее немного сейчас убирал довольно-таки далеко от основания. То есть ты здесь с глушевкой не сыграешь. Если ты здесь сделаешь глушевку, ты просто... Понятно, для меня играть с полмьютером это было всегда другое место. То есть, по сути, тебе нужно именно научиться будет делать глушевкой и играть. Без глушевки в одном и том же месте. Потому что если начнешь руку двигать от локтя, все, капец, ты начнешь мазать по струнам. Следующее. У тебя очень сильно шатается большой палец первым. Ну да, вот первый дядь, который меня учил, он учил меня играть вот так вот. И оно со мной в итоге так и осталось в той же степени. Почему я этого не делаю никогда? Потому что вообще, изначально я это много раз говорил, я себе технику ставил как бы в таких условиях, что мне нужно уметь и суметь в любой момент сыграть все, что мне нужно. И в любом темпе, на любой гитаре, с любыми струнами, хоть сильно, хоть слабо, хоть быстро, хоть медленно, хоть с любыми скачками там между струнами и так далее. И дело в том, что вот у этого движения, у большого пальца, вообще у пальцев, у них сил не хватит и масса, чтобы продавить струну. Они просто очень сладенькие. У них масса нет, им мышцы слабо плюс к всему. Если начнешь играть от руки, то рука просто не сможет сделать, понимаешь, когда ты делаешь переход до четки струны в струну, там слишком мелкая. Там слишком моторка, прям буквально миллиметровая, то есть для того, чтобы ты сделал в быстром темпе какой-то переход, она будет струна обойти буквально миллиметр, да, чтобы ее не задеть. И у тебя рука все это просто сделать не сможет. То есть единственное, и прям вот, по сути, единственный получается способ это играть именно кистью, потому что у кисти есть и масса достаточная, причем тебе не нужно специально там качать там мышцы, как в шварснигерах, для того, чтобы продавить струну, потому что у нее уже достаточно массы есть. Если ты просто ее так хорошо опустишь, даже не специально, не сильно, уже значение достаточно сильное. Так вот, сыграю еще разок, прямо сейчас по списку пойдем. Я вообще говорю, вот у людей есть два типа проблем прохождения струны. Вот есть струна, допустим, вот если представить у вас струну, да, люди, когда играют и ставят свое извлечение не специально, то есть когда они задумаются над этим специально, да, у них есть всего две проблемы. Первая, это если медиатор обходит струну вот так вот, то есть вот он держится в руке слабо, и когда струна стоит у тебя, ты ее когда проходишь, он как бы обходит струну, да, и возникает, то есть у тебя движение должно быть исключительно вверх-вниз, потому что, во-первых, оно будет максимально экономным, то есть для того, чтобы струна обходила медиатор, а не медиатор струну, потому что если ты медиатор, в общем, мужик должен продавливать струну, а не струна мужика. Пацан, на этом канале пацаны все, да? На этом канале пацаны, вот. То есть в том, что ты не можешь смешивать два движения одновременно, если у тебя во время движения вверх-вниз начинается движение вот этого прыжка, прыжков вот таких, то есть обхода струны, это по сути получится то же самое, что ты когда делаешь стакката. Вот ты стакката играешь, допустим, ты останавливаешь звук после взятия его, и он делает с таким прыжком небольшим. Все, ты быстрее этого темпа уже не сделаешь. Если ты хочешь, чтобы у тебя темп продолжал расти, как бы, и тренироваться, да, в этом направлении, то тебе нужно выравнивать движение, то есть у тебя медиатор должен с кистью проходить четко вниз, все. Ну, пойди, то есть вот это обхождение, это мой случай. Да, то есть у тебя, нет, смотри, вопрос в том, что есть два, как я уже сказал, два вида проблем, и у тебя есть и тот, и тот. Избавляться от них нужно, ну, давай без этого, тут пацаны, да? Избавляться от этого нужно в крайне медленных темпах и специально следить за кончиком медиатора, чтобы он всегда был внутри струн. Вот ты смотришь, вот в этот проем смотришь, вот между струнами, да, и углубил медиатор примерно там на миллиметр-полтора. Вот, и погнал. Ты проходишь струну, и во время прохождения ты наблюдаешь за тем, что кончик остается на одной глубине. То есть вот что происходит. Струна, вот струна, она, как бы, медиатор обходит, а медиатор движется по одной дуге, вверх-вниз исключительно. То есть, а вот это движение пальцем вообще полностью исключено? А вообще, смотри, кстати, ты еще говорила по поводу боли в первом пальце и то, что может происходить. Я всегда подпираю первый палец вторым, вот здесь, потому что, смотри, что происходит. Допустим, представь, что тебе нужно сделать переход на струну. И тебе надо будет, к примеру, возьмем четвертую, третью струну, тебе надо будет уйти на третью, четвертую, да? И когда ты отрабатываешь какой-то пассаж в медленном темпе, там, уже с идеальными движениями, со всей прочей фигнёй, и у тебя мозг думает, ага, ты отрабатываешь целый месяц, и он думает, он запоминает, что вот для перехода на следующую струну мне нужно сделать там движение один сантиметр, два миллиметра, к примеру, просто, да? Он это движение запоминает, зубрит и прочее, да? А затем, представь, у тебя кисть движется, ты переходишь на следующую струну и выпрямляешь медиатор слегка. Вот этот костичок подвинулся. То есть уже прошёл не один сантиметр, два миллиметра, а один сантиметр, три миллиметра или один миллиметр. Чего получается? У тебя получается? Либо ты мажешь по струне, либо у тебя растенхрон с левой рукой появляется, либо у тебя появляются очень куча всяких разных проблем. Плюс к всему, если эта проблема может быть ещё связана с тем, что у тебя хват слабый, если у тебя хват слабый, то у тебя отсилено извлечение, и ещё медиатор начнёт коситься в руке и просто может вылететь. То есть у тебя сразу три проблемы, которые могут за это вообще быть. Смотрите, как я держу медиатор. Медиаторы, тут у меня гилбордский, но я обычно играю другим, тортоксом, в данном случае. В общем, медиаторы я ставлю под 45 градусов, вот так вот, первый палец. Почему под 45 градусов, смотри, потому что если ты ставишь его вот так вот, то есть полностью диагонально вот так, то у тебя, ты зажимаешь вот здесь, он у тебя начинает шататься вот здесь вот. Если ты ставишь первый палец слишком плоско, вот так, и он смотрит прямо на самый кончик, вот так, то он у тебя начинает шататься вот так вот. То есть, если ты поставишь по 45 градусов и зажмешь большой палец ровно, то у тебя видишь, он не шатается ни сюда, ни сюда, все, он у тебя жестко стоит. Но это похоже на правду? Да, похоже. Вот примерно. Причем ты должен именно, как ты сейчас практически делаешь, вот перекрывать этот угол, то есть почти его в этот фаланг упирать. То есть берешь его... Пока ты не понял, куда упирать. Вот в эту костяшечку. Вот этот угол медиатора, вот этот плоский, тупой угол медиатора, ты упираешь практически в эту костяшечку. Ага, но в моем случае, получается, он сильно как-то торчит после этого, да? Это на самом деле без разницы. Ты должен найти центр, примерно, вообще центр медиатора. И большой палец лежит на цеме. И тебе нужно зажать его, просто найти максимальное положение, в котором ты максимально его контролируешь, и он максимально не болтается у тебя. Вот. И при этом, чтобы ты мог изгибом большого пальца менять его угол еще. То есть ты его держишь жестко, он у тебя не шатается, и ты можешь сделать его плоско, можешь изогнуть. Вот. То есть, в принципе, это именно правила, они у всех по-разному получаются это. И это, как бы, довольно-таки индивидуальная вещь, да? Но людям надо просто понять... Чего они должны добиться, да? Чего они должны добиться, да. То есть у них первая задача – это жесткость медиатора, чтобы он не шатался там. Второе – это, чтобы большим пальцем ты мог изменить его угол, потому что, если ты будешь играть, допустим, на шестой струне, у тебя угол, диатр, вот такой вот. То есть примерно, там, кажется, 20-30, да? Для того, чтобы он остался таким же на первой струне, тебе надо будет большой палец выпрямлять. Все. Какой ты хитрый. Ну вот. То есть для того, чтобы тебе сохранить одно и такое же извлечение на шестой на тонкой струне, разумеется, в зависимости от того, что ты хочешь, ты можешь сыграть, там, если драйв посильнее будет, ты слегка сильнее наклонишь и будешь играть с более сильной, там, с более слабой атакой. Там включишь какой-нибудь кранч, там, блюзок такой, ты будешь вообще... Вообще практически с прямым медиатором играть. То есть в зависимости, опять же, от цели, которую ты хочешь. Но, опять же, при любой цели ты должен иметь возможность поставить любой угол большого пальца и добиться того звучания, которое тебе надо. Так вот, то есть, в принципе, смотри, плюс к всему, то есть у тебя должна быть опора стоять, а она стоит больше вот на этой костяшке практически вот здесь вот. Ты стоишь на основании шестой струны, на основании шестой струны, на основании шестой струны, на основании, да, то есть, нет, не на грани, именно на полмьюте. Ну вот. Да. У тебя все равно шатается. Ты второй палец не поджимаешь к первому, причем поджимаю прямо к кончику, то есть ты... Они прямо вместе, да? Они прямо вместе, да. Особенно эти кончики. Прямо к кончику. У меня это прямо сейчас абсолютно нестязно. Вот. И что дальше? То есть у тебя все равно шатается большой палец слегка. Он у тебя шатается. И этот чай тебе надо будет его в медленных темпах, то есть прямо следить за ним. Ну смотри, ты мне скажи сейчас про место, вот где я... Отпасай все раз. Сейчас, чтобы не шатать большим пальцем, мне много тут напряжения появляется. Ты его слишком плоско сейчас делаешь. Не надо ставить большой палец слишком плоско, поставь его примерно градусов на шестой струне, потому что этого как раз достаточно будет. Градус какой здесь? Градусов 20-25. Ты имеешь вот это? На шестой струне, да. То есть чтобы он чуть-чуть поменьше. Ты по звуку ориентируйся. Ну, так как шарканье появляется какое-то. Вот, чтобы шарканье не было слишком сильного, да. Но слишком плоское, это тихо. Ну, слишком плоское, да? Нет, почему? Я уже сказал. Это зависит от цели, да? От цели. Если ты какой-нибудь там кандре екаешь, будет в Game Chat. Смотри за кончиком. Смотри за кончиком медиатора внутри струн. Чтобы он мне темно, что не уходил, да? И чтобы при прохождении струны он оставался на той же глубине, чтобы струна прогибалась под ними. Лучше углублять медиатор в струны чуть поменьше, но чтобы струна прогибалась полностью под медиатором, чем углублять его сильнее, но чтобы медиатор прыгал. То есть все экипки над струной. Здесь опираться тоже А там опирать не нужно, да? Причём, самое спешное, у тебя здесь Тебе не нужно зажимать запястье К корпусу гитары Ты поставил, смотри, у тебя опора здесь есть небольшая Вот, ты её поставил здесь Причём не сильно Многие, знаешь, когда в первый раз берут гитару Ставят, они прямо прижимают Для того, чтобы играть кистью Нужно прямо прижать Здесь прямо всё изолировать И чтобы здесь всё вообще не двигалось Наоборот Здесь, ты можешь даже заметить, некий танец У предплечья с кистью То есть, когда ты двигаешь кистью вниз У тебя предплечье двигается немного вверх Когда ты кистью двигаешь вниз У тебя предплечье слегка опускается То есть, у гипертроферина Вот что-то такое происходит, да? Да, в привлечном виде, да По сути, это вообще индикатор Расслабленности твоей А, если это происходит, то значит Это просто индикатор расслабленности Причём, когда ты будешь глушёвку сделать То есть, понимаешь, вопрос в том, что, допустим, ты начнёшь делать глушёвку Ты начнёшь слегка напрягаться при больших темпах и прочих Этот танец будет уходить Но это не значит, что ты играешь слишком напряжённо Это просто индикатор То есть, как в самолёте, есть индикатор расслабленности, да? Но, допустим, ты, если прижмёшь чуть сильнее глушёвку сделаешь Ты уже здесь изолируешь слегка движение кисти Потому что ты прижмёшь к струнам Ну да, да И вот это уже прижатие уже уберёт этот танец Но это не значит, что у тебя здесь всё напряжено и прочее У тебя по-прежнему может быть расслаблено Ты просто должен следить за ним, чтобы вот эта Расслабленность у тебя в запястье И в приплечье оставалась во время того, когда ты Играешь в медных, средних темпах Но без глушёвки Без каких-либо там спецэффектов И в любом извлечении, причём если играешь хоть слабо Хоть ты сильнее играешь А, собственно, вот за счёт чего ты увеличиваешь силу звукоизвлечения? Углублением медиатора Да, причём костяк у меня, как его называют, из трёх пальцев То есть у меня стоит большой палец, первый и второй вместе Он у меня по жёсткости всегда одинаковый Я его вообще не делаю ни слабее, ни сильнее Вот у меня как есть он Вот я играю слабо Знаешь, процентов на десять-пятнадцать более расслабленный Чем когда я играю сильнее Потому что когда ты сильнее начинаешь играть Надо его чуть сильнее держать, чтобы он не выйдет То есть у меня не меняется ни углу кисти Я не играю там никакими поворотами кисти То есть движение исключительно вверх-вниз Всё, в нём больше нет Чтобы было громче, ты чуть глубже погружаешь И больше сопротивление появляется Нет, просто струна начинает больше прогибаться под медиатором Вот в чём суть Прикольно, но здесь абсолютно одно и то же движение получается Да, движение абсолютно одинаковое То есть независимо от того, на какой струне ты играешь Независимо от того, как ты сильно играешь Хоть сильно, хоть слабо, хоть чё У тебя движение абсолютно одинаковое И из-за того, что ты двигаешь кисти максимально ровно вверх-вниз Оно у тебя максимально экономно То есть вот понимаешь Кисти для того, чтобы сделать движение вот вниз На буквально там миллиметров шесть-семь Нужно всего вот этих шесть-семь миллиметров сделать кистью вниз Всё, если ты начинаешь всякие вот эти вот движения делать Вот особенно такое бывает Знаешь, когда люди слушают только звук И не смотрят на свои руки Они начинают часто играть с такими прыжками То есть они берут звук Он слышит, он нормальный звук, да? Они вроде слушают звук нормальный И вроде всё, меня это извлечение устраивает А когда начинают играть быстрее, что происходит? То есть это не справляется так быстро все эти вещи Да, то есть ты эти вещи понимаешь А мозг-то он тупой, он все запоминает То есть ты сидишь месяц-два, да? А потом тебя спрашивают, Вася, а Вася Я вот два месяца играл, ты то так играешь, то так играешь А мне что запоминать-то? То есть мне что тренировать-то, да? То есть если ты играешь медленно вот так вот С такими прыжками Он это и запоминает Если ты будешь играть медленно вот так вот Он это и будет отрабатывать То есть у тебя игра медленно и быстро Вообще ничем не отличаться не должно Абсолютно ничем На все тысячи процентов То есть какое движение Какая амплитуда Какая сила Какая расслабленность Все вот эти детали Вообще техники Они должны быть на медленном темпе И на быстром абсолютно одинаковыми Тогда твоя тренировка ты уже почувствуешь, что ты посидишь месяц-два, и у тебя уже руки... То есть, если ты не будешь, во-первых, всего это нарушать, то есть, опять же, вот это нарушение, это как на диете ты сидишь, это, по сути, как диета, да, и ты сидишь на спортивной диете, и каждый вечер ешь тортики. То есть, вот этим баловством своим, с неправильной техникой, да, то есть, мозг не запоминает все, он начинает и то, и то, как бы, играть, а в подкорку ничего не добивать. Если ты начинаешь, вообще, исключаешь полностью из своей игры всякое баловство, то есть, ты берешь гитару исключительно для того, чтобы играть что-то абсолютно качественное, ты с правильной техникой, да, то ты начинаешь замечать, что у тебя неделя за неделю у тебя начинаются и результаты, и вообще, и как бы движение становится четче, и извлечение становится лучше, и ты начинаешь играть какие-то более сложные вещи и так далее. А у тебя был опыт с такими, как я, которые играют давно, играют неправильно, и как их обнулять без боксовщих перчаток? Честно говоря, вот многие говорят, что, знаешь, переучиваться там сложнее, да, тут двоятая ситуация, на самом деле, да, то есть, с одной стороны, людям, как бы, которые играли уже 2-3 года как-то по-своему, да, им довольно-таки сложно переучиваться на новую технику, да, но, с другой стороны, люди, которые только что взяли гитару, понимаешь, у них еще даже мышцы не привыкли работать вообще эти. То есть, когда ты работаешь с этими мышцами, хоть какими-то в руке здесь, она у тебя хоть как-то разрабатывается, она становится какие-то независимой, ты можешь как-то двигать кистью, пальцами уже, шевелить иметь, да, а когда ты только берешь вообще всю жизнь, никогда вообще инструмент в руке не брал, ты берешь, или тебя кистью двигается чуть-чуть такой вообще, то есть, она вот такая вся зажатая, каменная, и приходится делать то же сначала, да, то есть, у всех свои сложности, у одного человека одна сложность, у другого человека другая сложность. Ну да, это воодушевляет, вот, я тоже как бы живу с установкой, ой, ну мне переучиться теперь, ёпт, я уже 15 лет играю, как же так? Когда ты уже как-то играешь, выше соблазн, тортики есть, как ты говоришь, да, потому что я же уже... Во-во-во-во-во-во, когда человек вообще не играет на гитаре, ему, у него даже быстрее получается еще и поэтому, потому что он больше ничего не играет, то есть, он взял гитару, а он даже не знает, там, петатонику, там, пассажа, какие-то играть, да, он не знает, что такое, он вперед, и начинает, там, по струне, там, штрих отрабатывать качественный, да, чтобы у него изучение было классное. И он больше сидит два часа, и только его отрабатывает. Потом раз, через два месяца, там, уже и результаты поперли. А вот как думаешь, если я, допустим, буду 20 минут в день брать в руки гитару и в медленном темпе отрабатывать эту штуку? У тебя будет результат на 20 минут. Ну, понятно, да, да, да. Ну, вообще, знаешь, от времени зависит, конечно, сколько ты делаешь. Ну, сконцентрировано, естественно, да, не так, что я включил футбол. Нет, да, знаешь, если ты с футболом, то можно 6 часов сидеть и все это бетолко, разумеется. Потому что мозг запоминает другое. Да, ты потом через два месяца берешь гитару, а он запоминает тебе 3 ночи, какой-нибудь счет, да, футбольный. Разумеется, это не сработает, но на самом деле, вот как у летчиков есть такое, знаешь, а если ты не пролетаешь 10 тысяч часов, ты не станешь летчиком, да. Но 10 тысяч часов у них наверняка имеется в виду то, что осознанно и сконцентрировано, то есть ты летаешь, и ты все-таки опыта постоянно набираешься и учишься всему. То же самое в гитаре, то есть ты можешь работать, разумеется, и по 20, 30 минут в день, и по часу, и по два. Если ты будешь решать только эту задачу, если ты будешь решать только эту задачу, в принципе, да, то есть, знаешь, если взять 2-хчасовое, там, 3-хчасовое занятие на гитаре, да, и посмотреть, чем человек должен за это время заняться, на самом деле, да, то есть там есть и лебрато, там есть и левая рука, и постановка, там, и камеры, и пулы, и штрих, там, и правая рука, там, и переходы со струны на струну, там, и синхронизация, и куча разных вещей, которые должны отрабатываться, и если ты же возьмешь конкретно штрих, то как раз минут 30 как раз на него и будет уделяться. Но если ты будешь это ежедневно делать, и не нарушая, то есть этих тортиков не есть. То есть ты рекомендуешь мне во время обнуления вообще на гитаре не играть, как я привык? Как я привык, нет, в идеале. Ну, конечно, мы в идеале, да, если говорить в идеале, то да. То есть это... А пальчиками можно? Я же могу так себя изолировать. Пальчиками можно. То есть я могу заниматься с медиатором, а так с пальцами. Да, запросто. О, отлично. Все, баловаться можно. Эти, другие тортики можно есть, да? Тортики есть, но бухать можно, да, если нет? Ясно, ясно. Слушай, ну прикольно. То есть, грубо говоря, насколько я вижу, собственно, это база, без которой дальше настраивать что-либо смысла нет. Дальше пока настраивать, да. То есть переходы на струну, там, спортивная подготовка, там, и плюс к всему, то есть уже детали извлечения, там, сужали, это там, всякие глушевки. И даже глушевку, понимаешь, глушевку нужно отрабатывать прямо сейчас. То есть вот ты ставишь извлечение, да, ты поставил его, и ты должен, когда ты отрабатываешь глушевку, допустим, вот, не знаю, мне сейчас ничего под руками нет, но, допустим, ты берёшь ручку, вот, да, ставишь руку прямо на неё, обычную ручку, там, или карандаш, да, и пытаешься, ставишь всё примерно в полусантиметра или сантиметр от кисти, вот так. И стараешься, не двигая ни локтем, ни запястьем, ни предплечем, ни кистью, вот так, раз, и зажать. То есть ты делаешь это вот этими двумя пальцами. Да, по сути у тебя ни костяк не меняется, ни предплечем, ни запясть ничего, ты вот исключительно вот этой частью пытаешься зажать. То есть ты делаешь всю кисть слегка более плоско. И плюс, но концентрируешься больше над этой частью, вот, ты её прижимаешь слегка вот так. А покажи ещё раз точку, которой ты здесь упираешься. Она вот. Я не упираюсь, смотри, вот, в общем, упираешься. К примеру, вот я играю сейчас, изначально вообще руку, для того, чтобы позицию я ставлю для того, чтобы третий, четвёртый палец, они, знаешь, вообще часто бывает такое, что они зажимаются. То есть для того, чтобы максимально всё зажать, убрать из руки, да, я вот руку расслабляю вот так, кладу, беру костяк свой, при этом его пока не зажимает сильно специально, чтобы напряжение всё убрать. Костяк – это три пальца, да? Костяк – это три пальца, да. Всё, он нерушим, он тебе не двигается, он тебя в кончиках здесь напряжён, он будет слегка, но напряжён так, что всё остальное расслаблено. Вот ты берёшь его, ставишь вот так вот, затем кладёшь на гитару, и, заметьте, у меня третий, четвёртый пальцы, они не сжаты вот здесь вот сюда и не выправлены. На самом деле, то есть, суть их в том, что если они у тебя слегка выпрямят, выпрямляешь их слегка, чуть-чуть, не сильно, то он у тебя как бы добавляет силы маятника, да, то есть, кистью шатачься, чтобы легче было вот эту массу кисти двигать вверх-вниз, да? Но если ты выпрямляешь их слишком сильно, у тебя сразу напрягаются здесь мышцы, эта мышца передаётся в запястье, запястье, в предплечье, и всё, у тебя как бы везде пошло какое-то небольшое… А здесь такой сразу штиль, хоп. Ну да, то есть, у тебя по цепочке пошло всё вверх. Если ты их сжимаешь сюда слишком сильно, то же самое, потому что для того, чтобы сжать их, ты напрягаешь здесь мышцы, всё, у тебя опять напряжение сюда-сюда пошло, а для максимального расслабления ты их вот примерно держишь на процентов 60-70, да, вот и с этим ты можешь делать глушёвку, на любой струне причём, и с этим у тебя достаточно силы маятника от них, то есть, ты их не сжимаешь, у тебя центр тяжести не ближе к запястью, а он тебе слегка удлиняется, то есть, становится очень длиннее, ну, как ракетку ты несёшь, то же самое. То есть, в этом принципе заключается справа руки. Так, знаешь, основа именно не переходов, а вот именно извлечения самого. То есть, вот этой частью, я где-то здесь. Этой частью на основе, вот примерно, там 5-6 мм, там или 7, ну, в зависимости от силы глушёвки, разумеется, ты можешь здесь играть слабую глушёвку, может быть, сильнее сделать её, причём это зависит от положения глушёвки, если ты изначально поставил руку слегка левее или правее, плюс к всему ты можешь от силы зажатия можешь регулировать силу глушёвки, то есть, на одном месте, и вообще не гушать, да, посмотри, заметь, у тебя сейчас танца вообще нет этого, у тебя сейчас кисть вообще зажата, все будут в запястье, причём, самое главное, причём, знаешь, вот люди многие говорят мне, мол, у тебя физиология такая, у тебя там вот эта расслабленность получается, да, а вот хрен, его здесь нету. там где-то не отработано, а вот здесь его нету. Я двигаю кистью, а его практически нет, всё, он не двигается. Не, ну я же, мне нет смысла его имитировать пытаться, да, пока он не отработан? Нет, ну пока его нету, я же... Не совсем. Даже без гитары, знаешь, ты гитары даже не берёшь, а просто берёшь вот так, вот метиатр охватом, да, и пытаешься эти мышцы разработать. Тебе нужно просто заставить их слегка разблокироваться здесь, в запястье, понимаешь? Потому что они у тебя сейчас изначально чуть зажаты, и когда ты их слегка расслабишь, и научишься, контролировать это движение, что оно у тебя будет просто расслаблено. Ты уже будешь ставить его, и оно у тебя уже легче самостоятельно получается, то есть ты начнёшь, чтобы потом просто двигать кистью вверх-вниз, уже поставишь на гитару, да, а оно у тебя автоматически начнёт появляться сначала слабенькое, а потом сильнее, сильнее, сильнее. Просто ты должен концентрироваться на расслаблении, больше как бы вот на этих моментах. То есть мне нужно как-то шевелить, тратя на этом как минимум минимальной энергии. Да, но при этом держать костяк исключительно жёстко, вот именно в самых кончиках. Причём, заметь, вот ты сейчас, допустим, держишь костяк, и если ты напрягаешься, концентрируешься головой именно на напряжение именно самих кончиков, у тебя напрягаются вот здесь мышцы. Да? Сейчас концентрируешься на напряжение вот этих мышц, у тебя сейчас зажмётся всё предплечье и запястье. Да, реально. Причём, потому что мышцы напрягаются именно блоками. То есть они даже не блоками, а областью. Вот ты концентрируешься вот на этой области, да, а она напрягает все мышцы вокруг этой мышцы. То есть даже если там мышцы нет, там костяшки практически одни, да. То есть даже не они напрягаются, да. Но у тебя напрягается именно вот вся область. Если ты концентрируешься на этой части, у тебя начинает напрягаться вся вот эта область. поэтому тебе напряжение надо именно мысленно сконцентрировать максимально сюда смотри, мне это напряжение нужно просто чтобы медиатор не ворочался и не отпрыгивал он тебе просто нужен для того, чтобы ты максимально жёстко проходил в струну и чтобы струна прогибалась под медиатором ну то есть так, как бы сильно сжимать здесь получается, что не нужно слишком сильно? нет для того, чтобы кожа белела я чтобы сыграть громче я, собственно я начинаю его крепче сжимать то есть это не та история ты только погружение отменяешь но там не совсем у меня больше все-таки зависит от глубины медиатора я стараюсь вообще костяк держать всегда жестким потому что даже если ты смотрел допустим сейчас я буду извлекать звук не сильно но костяк слабенький я зажжу костяк слышишь легато пошло да 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 до этого было романненько как у стакката потому что он останавливается и гнется медиатор а когда он гнется перестанет у тебя пошло легато все у тебя звук уже у тебя звук уже пошел плавный у тебя нет никаких перерывов у тебя нет никаких проблем с ним у тебя получается стабильное извлечение плюс к всему ты должен еще следить за тем чтобы удары сверху снизу были одинаковой громкости и тона с громкостью понятно а с тоном то поясни тоном это за счет угла я так понимаю или за счет угла да то есть это бывает за счет того что угла то есть если у тебя у тебя кисть поворачивается слегка буквально в какую-то сторону у тебя может слегка изменяться тона и сила изучения тоже и сила изучения тоже нужно следить за тем что у тебя изучение сверху снизу вообще ничем не отличается а сыграй пожалуйста какую-нибудь тихую фразу ну не а если то же самое очень громко ну примерно ну да там конечно это филигранная такая история это очень много деталей там это может казаться да там знаешь что многие называют это талантом но тут этих деталей там которые делают этот звук там исключительно их конечно сотни и тысячи их надо отрабатывать по отдельности и с каждой отдельной работой начиная с самого начала то есть вот понимаешь опять же ты начнешь ждать там какие-то движения вверх-вниз там не будешь думать о ровности звука допустим сверху снизу то ты уже привыкнешь играть сверху сильнее и все потом будешь отдельно уже отрабатывать это то есть лучше всего как бы вообще все ограничить то есть изолировать какие-то области извлечения своего не играть сразу там какие-то сложные вещи да сначала изолировать полностью поставить на каких-то простых вещах да хоть на одной струне извлечения полностью да а с ним уже потом начинать как бы шагать дальше окей слушай еще такой момент я в теории понял но по ощущениям вообще не понимаю собственно вот если я где-то нахожусь где-то здесь то за счет собственно чего же я делаю мьют за счет ну утрированно вот как-то так да да у тебя сейчас очень сильно шатается в костях все равно у тебя большой палец прям летает да да я просто не могу сейчас следить сразу за всем мне именно про мьют да то есть где-то так утрированно как-то вот так вот да утрированно да то есть вот эту часть прижимаешь и следи чтобы у тебя подушечка большого пальца ты не поворачивай голову их сверху и не поворачивай голову их сверху кистеру и я так держу то у меня на 6 Шестой у меня уже автоматически, то есть чуть какой-то... Нет, на шестой ты будешь играть с лекарства, потом сюда. Ты будешь приподнимать с лекарства кисть. Нет, чтобы ее приглушить. Шестой, да. Она, по сути, там автоматически уже стоит. Вот так, палец. Первый слона – это самое сложное для глушевки, и вторая. Слушай, а немножечко скажи про теоретическую базу, то, собственно, зачем этот нужен здесь, второй палец? Смотри, представь, что ты делаешь переход с трой на струну. Во-первых, он не дает вот этой части больше двигаться. То есть он слегка как бы держит. Плюс к всему, у тебя, видишь, первый палец может гнуться. То есть слегка ты только возьмешь, допустим, начнешь извлекать звук сильнее, ты сожмешь большой палец первым сильнее. И видишь, медиатор сразу раз и прогнул, прогнулся сюда. И когда ты начнешь делать переход с трой на струну, допустим, у тебя медиатор слегка, первый палец пошатнулся, и он изогнулся, и у тебя движение уже, то есть у тебя уже на несколько миллисекунд, там, ты возьмешь струну либо позже, либо раньше. В зависимости от того, какой у тебя вот угол. Либо у тебя палец первый изогнулся, либо нет. Да, это я понял. Слушай, а как ты при этом, если у тебя один палец здесь зафиксирован, как ты играешь вот эти вот дела? Ну, когда ты играешь в такие вещи, ты в этот момент не играешь там темпе 150, то есть у тебя без него тоже самое просто. Тем более, да, в этот момент ты даже обычно играешь только даунстоком даже. А бензинец ты не используешь в этой фикси плясто? Обычно нет. Можно использовать, но я просто как бы обычно не использую по четыре, но аккорты такие. Я их играю двушечками люблю. Не уверен, что это можно так по видео понять, но так вот с руки в руку понятно. Грубо говоря, пока этого нету, много рассуждать про какие-то хитрые вещи. По поводу хитрые вещи, да. Это только, наверное, уже для тех, кто это отработал, там у нас в клубе просто уже люди сидят и работают уже, ну, как бы уже этап за этапом. Слушай, такой момент, я вообще никогда об этом не задумывался, собственно, игра пальцами на электрогитаре, она как-то принципиально отличается от игры на акустической гитаре? Да нет, вообще. А вот детки, которые играют какую-то вот такую вот историю, то есть ты таким делом балуешься? А, ну вообще-то я... Во-во-во-во, вот это вот, собственно, это тоже что-то типа переменного штриха или что-нибудь? То есть у тебя вот что-то такое... Как тебе сказать? Ну, даже в двух словах. По сути, это действительно, то есть я опять же ставлю опору сюда, причем я ее ставлю для того, чтобы толстые струны мне не гудели. То есть у меня всегда глушевка вообще стоит, причем, знаешь, это первое правило глушевки на гитаре. Если можешь, глуши. Причем это касается левой руки и правой. То есть если ты даже большим пальцем здесь можешь держать его, лучше держи. То есть вот если тебе не мешает играть большой палец, лучше поставь ему на штуру, пусть она не гудит. Вот не дай бог ты вот там, знаешь, рога людям покажешь, да, у тебя раз и пошел. Лучше держи здесь большой палец. Пусть лучше ты будешь глушить и там, и там. Пусть это даже не нужно, но пусть он у тебя глушится обязательно. Вот, то есть я ставлю глушевочку здесь, и все. А это место, в этом самом месте у тебя находится, да? Абсолютно там же. Вот я могу даже медиатор взять. И тоже сыграть медиатором. Просто перехватить его из рук. Окей, да, с этим понятно. Слушай, может быть пару слов вот про эту историю. Тоже про правую руку. Ты тоже делаешь это с костяком. С костяком, да. Слушай, офигеть. Сейчас я просто не представляю, как это может. А, ну это просто, знаешь, тебе... Ну, здесь, наверное, вот здесь у меня какие-то траблы. Да, потому что ты сейчас, смотри, то есть ты пытаешься, изменив, то есть вот здесь, изогнув кистью, вот здесь, да, как бы и так вот здесь, вот так вот. А я играю ее вот так. То есть у меня кисть не изогнута. У меня опять же контроль... Опять ты точно так у меня положение, да? У меня есть зато контроль того количества сон, которые я могу взять. То есть я поворотом кисти, я беру, именно ударяю в третью, выравниваю кисть и играю три соны. И приятно, ты зафиксировал все равно? Не всегда. Просто из этого положения, когда у тебя кисть практически здесь находится, у тебя намного легче контролировать мышцы, контролировать вообще движение, какой-то длины хочется сделать, какой глубины, сколько ты хочешь, что он коснулся в этот момент и так далее. Если ты потратишь на это, на хват здесь и контроль мышцы вот здесь в этом положении несколько месяцев, то ты почувствуешь, что вот теперь уже с этим движением тебе легко будет сыграть двушечку. Либо сыграть какие-то. И двушечки, и трешечки, там и аккорды. Хоть даже пропускать там глушевочки, когда ты четвертый, и второй, и первый сыграл. Если ты уже левой рукой будешь глушить, все это и прочее. Но контроля будет, безусловно, больше так. То есть, грубо говоря, ты, когда играешь, я не понимаю физику. Я отсюда практически не убираю, да. Разумеется, может, то есть, если ты работаешь уже на публику, то есть ты там уже ставишь глушевку левой руки, чтобы бить костным строном, а звучала только одна, да? И уже бьешь по всем стронам, для того, чтобы там рукой спахать, да? Но это исключительно уже на публику, это тебе надо прям очень... Это вообще даже редко получается, прям у нас не на все стол сделать. Но это когда ты ставишь уже левую руку, чтобы у тебя большой палец там зажимал, две-три струны сверху там, и берпо... Да-да-да-да-да. Потому что вот это, оно не так эффектно смотрится. Когда ты начинаешь вот так вот ходить по рукой, это уже совершенно другое. Сразу на гитариста похож, да? Да, такого, знаешь, попсового, такого известного. Ты сразу становишься таким известный гитарист, да? Известный. Известный гитарист. Большая амплитуда, большой размах, да. Или Килберт ведь не сможет так. С русским ощущением. Я один раз пытался одним американцем, который неплохо играет, научить вот просто вот это. У него, ну, он посидел 10 минут, у него не получилось. Он как-то... Это душа. Он как-то начинает это играть как-то правильно, и, ну, короче, не то. Да, пытался его научить играть, вот как играют пацаны. Вот так. А он сразу, он руку ставит нормально, и звук... Не получится, да? Не тот реально звук в него идет. Так только во дворе нужно играть. Так, ладно, давай теперь поругай матом моим вибратором, или бендой, не знаю, что ты... Давай сделай какой-нибудь. Иначе... Да, ну вот то, что я жалился, да, что у меня на каждом пальце оно разное, то есть... Какая-то... Оно... Здесь оно у меня такое... Как это... И у меня постоянно здесь какая-то вертушка непонятная. Вибратор – это такая фигня интересная. Ты так улыбаешься, как будто хочешь назвать нехорошим словом моим вибратором, нет? Нет, 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 нет. Это вообще вибратор такая штука интересная, что, по сути, правильного его нету, да, вибратор, и... Но правильно звучать она должна, да? Нет. Почему правильно звучать должно? Я не считаю, что вибратор должна правильно звучать. Вибратор, знаешь, это... Есть вибратор Фредди Меркури, а есть вибратор классических металл-вокалистов 80-х, такой, знаешь, глубокий, такой, прям плавный, да. Но у Меркури его слушать приятно, а у металистов противно. Вот, понимаешь? И то же самое в гитаре, зависит от направления, и как ты хочешь сделать, то есть, если по правилам, знаешь, гитарный фредвозов сыграть такой вибратор, вообще будет неправильно. Ну, значит, так и нет. А, слушай, а вот... То есть, опять же, зависит от того, что... Это то, на что я тебе жаловался, да, что когда у меня есть тенденция... Да, то есть, понимаешь? А зачем большой палец ты убираешь? А я его в этом именно... Чтобы нервозная вот эта быстрая была, да? Да, чтобы она была нервозная именно. То есть, нужно создать именно нервы вот этим, да? Как будто по нервам играешь в себе. И у людей тоже. У людей тоже. Но... Мне вот очень нравится этот звукан, прям... Но ты его не везде применишь, понимаешь? Это исключительно такое вот направление... А вот такой более обычный... Более обычный. Понимаешь? А в обычном вибраторе ты его должен делать больше поворотом кисти, и больше всей рукой. То есть, понимаешь, это как розорис. Когда тяжелая масса в руки, да, ее сделать плавнее легче, чем ты будешь делать пальцем. У тебя вибратор пальцем происходит. То есть, ты ставишь палец, допустим, да, вот. Ты пытаешься первым пальцем его как бы изогнуть. Из-за того, что у первого пальца силы мало, вообще у пальца просто отдельных сил мало, да, поэтому ты его обычно делаешь довольно нервозно. То есть, оно у тебя... Получается, ты его туда тянешь, а вниз ты его плавно протянуть не можешь, потому что у пальца его не хватает. Он срывается вниз. То есть, ты поднимаешь его с одной скоростью, а опускаешь с другой скоростью, да. Когда ты делаешь вибратор, вообще, это довольно напряженная штука. В том плане, что, допустим, ты ставишь первый палец, да, ты прижимаешь... Вообще, вибратор делаю я обычно всегда всеми пальцами. Причем, не важно, какой ты палец ставишь, ты можешь поставить серый палец. То есть, они у тебя здесь сцеплены, я вижу. Да, то есть, ты, допустим, играешь... Раз, и поставишь. И они у тебя мгновенно... И у тебя уже мгновенно становятся все вместе, и затем ты их вот здесь вот скрепляешь все, прямо вот в костях полностью, зажимаешь с двух сторон, с двух опор прямо гриф, и затем начинаешь поворачивать кисть. Интересно, да, что я вижу, что вообще... Первый палец у тебя при этом как-то... Уже не в эту сторону, а как-то вот он боком тебя зажимает. Он стоит, мне боком стоит, да. Он у меня стоит так по нескольким причинам. То есть, я вообще не использую классическую такую постановку, такую, знаешь, классиков, да, то есть... Потому что, во-первых, если у тебя большой палец стоит вот здесь вот, он тебе всю нагрузку с пальца будет передавать на эту мышцу, она тебе напрягаться будет. То есть, я ставлю руку обычно так вот расслаблено, и у меня она у меня стоит сразу, то есть, на весь гриф двухопорной такой постановкой. И когда у меня пальцы стоят боком, у меня первый палец еще глушит все тонкие струны. Опять же, правило номер один глушевки. Можешь глушить, глуши. То, что у меня первый палец сразу глушит все тонкие струны, поэтому я могу сразу ударить по тонкие струны. Мне ничего не будет. И дальше я ставлю сразу все пальцы вместе. Ставлю две опоры. Начиная вокруг этой костяшки, я укрутить кистью. Причем, чем лучше ты напряжешь вот эту часть здесь, вообще вот эти три пальца, как костяк общий, да, тем лучше. То есть, ты его поворачиваешь, по сути, вот так вот. Вот. То же самое с третьим пальцем. Когда подтягиваешь вверх, то есть можно, конечно, подтяжки делать и вверх, и вниз, то же самое. То есть ты поворачиваешь по тярку, ты сжимаешь пальцы. Даже, понимаешь, даже если ты не сжимаешь их вместе вот в кончиках, ты можешь, ты должен практически все равно всегда сжимаешь их вот здесь вот. То есть в основании вот здесь вот, да, сжимаешь. И погнали. Опять поворот в кисти, то есть у тебя две опоры. А вот когда ты делаешь вибрато, вдруг говоря, вот этим пальцем, от бенда отличается принципиально? Или просто это... Бенда так же делается. У меня уже колючка такая... Вот смотри, вот. Вот это оно, или я все равно пальцами это делаю? Нет, ты пальцами делаешь. Во-первых, у тебя, ты можешь... Смотри, у тебя сейчас пальцы слишком согнуты. То есть если ты согнутые пальцы делаешь, согнутые такие, их намного сложнее заставить двигаться, чем прямые. То есть ты их слегка выпрямляешь, то есть ты кисть слегка назад убираешь. Слегка чуть-чуть. Не слишком вперед, тебе нужно больше ее влево убрать, кисть, для того, чтобы ты смотри, у тебя вот согнутые пальцы вот так, и если у тебя кисть прямо стоит, ты начинаешь пальцами двигать. Если у тебя кисть будет стоять вот так вот, боком, то пальцами я уже не могу двигать. То ты пальцами уже... У тебя амблитуды там не хватит. А, вот. и ты начинаешь уже двигать больше кистью ставишь две опоры здесь с двух сторон и начинаешь поворачивать поворотом кисти делать вот эту вибратор про выпрямление пальцев я никогда не думал да, понятно, когда они сохнут автоматически тенденция вот это устраивает да медленнее, смотри давай чуть-чуть еще выдвинем или ты прям совсем вот так прямые ты должен оставлять в обязательном порядке то есть здесь прижимать чем больше здесь прижат ты вот здесь прижимай и вокруг нее вращай ты вращаешь как бы слегка вперед а ты ее основи на месте поставь сначала руку вот так и попробуй вот так сделать движение полностью боковое на 90 градусов прямо и после этого поставим пальцы в медленном темпе научи пальцы практически не двигаться что-то то есть у тебя вот костяк ходит лучше сначала начать с первого пальца научи его просто кисть движет с тем вторым то же самое четвертое самое сложное поэтому обычно я люблю делать так я сжимаю 4 пальца на 3 лада чтобы они вместе были самое сложное потому что потому что он короче всех ты не можешь его так выпрямить если ты его даже прямым делаешь то у тебя все равно остальные пальцы становятся согнутыми вот в чем проблема то есть ты не можешь тут пальцы выпрямить первый, второй, третий когда у тебя четвертый значит не дотянется поэтому приходится чтобы он дотянулся и еще как-то слегка согнут был приходится чтобы эти пальцы тоже были согнутыми то есть приходится извращаться слегка для того чтобы стараться сохранять вот это движение поворот ну да, с ним пройти не сложнее после мозга так, то есть ты с этого движения я туда транслирую да, ты с этого движения начинаешь причем большой палец не ставь сюда убери его сюда сюда? потому что если ты поставишь сюда смотри у тебя по сути у тебя амплитуда меньше вот так ты можешь вот так полностью выпрямлять когда у тебя палец здесь ты уже выпрямлять так не сможешь ага, окей попробуй поставить вот три пальца допустим на третью струну седьмой лад попробуй какая у тебя амплитуда вот здесь получается и вот здесь вот нет, даже чисто вот так вот ты почувствовал что тебе так намного легче двигаться чем вот так ну да, да, конечно так то есть у тебя так амплитуда намного больше да, слушай а у меня вот привычка я берусь да, ты прям на одном ладу пытаешься сделать и ни в коем случае ты убираешь палец влево да, да, есть чтобы позиция была расслабленная блюзовая ну понятно, надо привыкать но а когда ты делаешь первым пальцем ну они тогда на одном ладу хоть вниз понятно такой момент я слышал в интервью у Ряженки ты говорил про импровизацию как про у тебя есть какой-то вокабуляр и ты его выпуливаешь ну так все делают я с этим не спорю в смысле а ты когда-то в импровизации ты мыслишь не вот эти вот эти базы ликов в голове а не кем там вот сейчас эту ноту хочу или ту чисто я имею ввиду чисто по отдельности ноту импрямую да, то есть не, не когда ты играешь быстро когда играешь быстро понятно ты выдаешь заготовочки свои а вот именно когда ты только и слушаешь мелодию в медленном темпе то есть ты знаешь берешь так как гармония и слушаешь так вот так ты так успеваешь потому что линию мелодии из своей головы полностью транслировать руками но в высоком темпе ты этого просто не сделаешь то есть когда ты темп по 120 и уже 16 и все это даже в темпе 90 и 16 просто успеть сочинить мелодию по сути вертушку точнее сочинить вертушку и ход на ходу ну как я вот уже говорил дай писателю ручку и скажи ты пиши всю книгу не останавливайся пиши-пиши остановишься на одно слово и все есть такое упражнение по выпихиванию шлака из мозга когда ты пишешь и не останавливаешься это лучше не читать потом лучше потом не считать даже самому ну и прежде убери за собой да 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 кстати отличная тема ясно ясно а что у тебя за твой музон расскажи или это опять секрет секрет слушай вот ты заказочный какой-то чувак да да ясно слушай ну да спасибо на самом деле много очень интересной штуки я надеюсь там на видео получится это все как-то показать секретов ты не открыл? конечно не открыл секреты это только в школе в моей да окей ну возьми меня тогда в школу обязательно официально официально тебя перед камерой приглашаю в клуб обучающий потом посвяти меня вы рыцарь да посвящать ну что тогда все вроде да привет всем отсюда работаете любите музыку да было приятно наверное позову тебя в клуб в ночной? смотри смотри ты со мной связался еще сейчас за тобой шлейф потянется в гитарный клуб Антона я после урока вступил надо заметить что за свой счет вступил пока что толком им не пользовался но наблюдаю и что я вижу это просто два закрытых чата в одном такое более свободное общение но без бардака конечно потому что если люди заплатили за доступ к какому-то пространству там все они бережно к нему относятся а другой основной чат это такой портал где Антон выкладывает видео уроки и там же члены клуба посмотрев и отработав уроки выкладывают фото и видео или какие-то вопросы того что у них как получается какие загвоздки и каждый день насколько вижу вечером Антон снимает видео ответы или пишет текстовые ответы кому что больше подходит то есть получается что это такой ежедневный коучинг доступ к Антону и помимо того что он занимается с тобой ты еще можешь наблюдать какие ошибки допускают другие участники и что он говорит им то есть если тебе прям очень интересна эта тема то конечно ресурс бесценный я реально оценивая конечно свои приоритеты и обстоятельства понимаю что я не буду прям туда впрыгивать сейчас все на свете обнулять и достигать каких-то технических высот но однозначно некоторые вещи меня зацепили и когда у меня закончится вот этот вот веселый эксперимент я точно хочу заняться отработкой вот этого Антоновского костика из трех пальцев потому что я после пяти минут уже ощутил что хоть это мне дико непривычно ничего не получается но есть какая-то устойчивость твердость и нету дискомфорта с указательным пальцем который был со мной всегда помимо этого у Антона все в порядке с теорией музыки то есть там грядут насколько я понимаю уроки связанные с более музыкальной стороной происходящего и там можно будет получать у него консультации связанные с этим на этом все спасибо за лайки комментарии просмотры репосты за донаты и тем кто вписался в патреон впереди у нас теперь много всего классного классного оставайтесь со мной любите музыку пока и лайк если у тебя тоже козлиная вибрато субтитры субтитры субтитры